Но есть и те повествования, которые свидетельствуют о Божьих качествах. И мы переходим к этому пункту плана. Классический текст, Исход 34. Здесь представлено то, что раввины называют «мидот», что обозначает «меры». Впоследствии это слово приобрело значение черты, характеристики. Для евреев этот текст наиболее приближен к систематическому изложению сущности и атрибутов Бога. Процитируем Исход 34, стихи 6 и 7. В курсе систематического богословия этот отрывок мы будем анализировать довольно подробно в рамках изучения доктрины Бога, так как отчасти или в целом он красной нитью проходит через весь Ветхий Завет и переходит в Новый. Моисей желает видеть Божью славу, Божий кавод, Божье величие. Что делает Бога Богом? В 33 главе он говорит, «Если я обрел благоволение в очах твоих, покажи мне славу свою». То, как поступает Бог, довольно интересно выражено в 19 стихе 33 главы. «Я проведу пред тобою всю славу мою», говорит Бог. В английском переводе слово «слава» в этом стихе звучит как «благость Божия». За этим следует описание того, что Моисей стоял в расселине скалы и видел Бога лишь сзади. Думаю, язык здесь в высшей степени символичен. Совершенно ясно, что Бог действительно являет истинного себя Моисею, но лишь отчасти. Полным такое Богоявление назвать нельзя. Итак, Божья слава прошла рядом с Моисеем. Так, в 34 стихе мы читаем о том, что Бог проводит пред Ним свою славу и провозглашает свое имя. В те времена на Ближнем Востоке имя Бога выполняло не исключительно назывную функцию. Выкрикните вы «Яхва» и обернется именно «Яхва», а скажем, не «Ваал» или «Астарта». Именно такую назывную функцию выполняют имена в современном нам западном мире. Если кто-нибудь на бейсбольном матче выкрикнет «Мое имя», то я, скорее всего, обернусь. В Библии, помимо назывной имена, выполняют еще и характерологическую, то есть описательную функцию. Иначе говоря, они сообщают нам нечто важное о сущности носителя имени. Вот почему имя Господне нельзя произносить в суе, ибо имя в Библии не просто указание и служит не просто для обозначения чего-либо или кого-либо, как на Западе. Итак, имя Божие отчасти открывало Моисею самого Бога. В 6 и 7 стихах мы читаем «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду, являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Как же отреагировал Моисей на откровение Бога о своей благости, славе, имени? Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу, то есть поступил так, как подобает поступать в присутствии великого царя. Речь идет не о вездесущности, всемогуществе или всеведении Бога, а о его качествах, о его характере. Здесь, как мне кажется, любопытно то, что все эти черты, характеристики или медоты наглядно подтверждаются библейскими текстами. Так, например, благость и милость Божия прекрасно отражены в событии Исхода. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но опираясь на то, что мы прочитали, а также на ваши слова, я прихожу к выводу, что Бог, который есть Слово, изрек эти качества, а не явил их. То есть сказал, а не показал. Моисей просил показать, явить, но Бог изрек. Да, но видите ли, Бог сказал, что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Если в Писании сказано, что Моисей общался с Богом лицом к лицу, то это скорее метафора. Человек не может увидеть Бога и остаться в живых. Это за пределами Эдема, так как... Позвольте мне здесь сделать небольшое отступление. В Библии действует важный эпистемологический принцип, который именуется коннатуральностью. Это сходство, гомогенность. Он гласит, подобное притягивается к подобному. Поэтому в полной мере увидеть Бога мы не сможем, пока онтологически не преобразимся, а выражаясь библейски, не прославимся. Первое Иоанна 3. Мы уже дети Божии, но пока не видим Бога, как Он есть. Но этого не произойдет, пока мы не очистимся. В Своем освящении мы будем двигаться к славе шаг за шагом. Полного прославления Моисей не достиг, поэтому во время Богоявления он видел Бога только сзади. И так, как я уже сказал, библейские нарративы свидетельствуют о Божьей благодати, милости, даже до момента обсуждаемого Богоявления в Торе. Так Бог явил Свою милость о Гаре, пустыне. А Божья благодать явилась в избавлении Израиля от египетского рабства. Несомненно, найдутся и примеры Божьего суда. Один из них суд над фараоном и египетскими богами. Бог являет Свою любовь, долготерпение, верность завету, исполняя то, что Он обещал Аврааму, и выводит Свой народ из Египта. Его нетерпимость ко греху проявилась в том, что Бог совершил суд над Израилем за поклонение Золотому Тельцу, если вы помните. Таким образом, даже в библейском тексте, предшествующем явлению Бога Моисею, мы находим многочисленные свидетельства о Божьих качествах. Их список расширяют и дополняют пророческие книги вплоть до Ионы и Иуиля. Для подтверждения обращусь к Иуиля 2.13, акт 3 и 4 главам книги Ионы. Наконец Иона прибывает в Неневию и провозглашает там слова Божьего суда. В ответ неневитяне, разумеется, делают то, чего Иона боялся больше всего. Ведь ему хотелось, чтобы эти злодеи получили свое, понесли наказание. Последнее, что он хотел, чтобы они раскаялись. Что, собственно, и произошло. Поэтому Бог отвращает от них свой гнев. А в 1 стихе 4 главы мы читаем о том, что Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Вот вы можете себе представить, чтобы после проповеди и призыва к покаянию кто-нибудь, например, Билли Грэм, закричал, уходите, пусть Бог вас покарает, бегите отсюда, а то опоздаете на автобус, ждать никто не будет. Смотрите, что Иона говорит Богу во 2 стихе, «Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?» «Когда услышал призыв?» Поэтому-то я и побежал в Фарсис. Иона испугался ни-ни-ни-витян от того, что Бог проявит к ним милость. «Ибо знал, говорит он, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». И это снова Медоты. Если хотите узнать, о них, вернитесь к событию Богоявления на Синае, и вы увидите Божьи черты, Божьи атрибуты. Бог сожалеет о бедствии. Он не спешит судить даже тогда, когда суд уже провозглашен. Именно так Бог поступил с Ниневией. Он отвратил свой гнев, так как ниневитяне раскаялись. Иона понимал, что Бог способен так поступить. И такая перспектива его очень пугала. Таким образом, мы обнаруживаем, что перечень Божьих качеств дополняется. Ведь такие пророки, как Иоилия и Иона, имели возможность проанализировать историю своего народа до и после Богоявления на Синае, вплоть до современных им событий. и сделать вывод о том, что Бог не только благ, милосерд, долготерпелив, многомилостив, но еще и медленен на гнев, как тот, кто сожалеет о бедствии, тот, кто ждет от людей покаяния. Формулировать это можно по-разному, в зависимости от перевода. Исследование Божьих качеств на основе библейских историй неизбежно приводит нас к необходимости изучения истории Христа. Ведь если закон дан через Моисея, в Иоанна 1, 17 и 18 говорится о том, что благодать же и истина, эти важные понятия, заветные понятия, произошли через Иисуса Христа. Иисус Христос явил нам Бога. Мне нравится, и, пожалуй, я это запишу. Это цитата. Что Артур Майкл Рамси, бывший епископ кентерберийский, живший в конце 20 века, сказал, справедливо сказал, что в Боге нет ничего нехристоподобного. В Боге нет ничего нехристоподобного. Поэтому у Иоанна Теофания уступает место Христофании. Наш путь к познанию Бога лежит не через Синай, а через христологию. Помните, в ответ на вопрос в горнице, как можем знать путь, Иисус ответил, «Я есмь путь», Иоанна 14, «В доме Отца Моего обители много» и так далее. Что же просит один из учеников Христа? Фома говорит, «Господи, не знаем, куда идешь». Иоанна 14, 5. «И как можем знать путь?» Иисус отвечает ему, «Я есмь путь и истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Иоанна 1, 18. Голосит, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Видевший Меня, видел Отца. И отныне знаете Его и видели Его». В Боге нет ничего нехристоподобного. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас». Иисус объясняет снова, «Сколько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь? Покажи нам Отца». Кстати, в Иоанна 17, 6, в своей молитве Отцу, Иисус подытоживает Своё земное служение. «Я открыл имя Твоё человеком, которых Ты дал Мне от мира». В этом и состояла суть служения Христа, открыть имя Бога человеком. Причем не в смысле, «О, кстати, Бога зовут», а в том смысле, чтобы явить людям Божью сущность, Божье качество. В 26 стихе 17 главы он говорит, «И я открыл им имя Твоё, и открою». «И я открыл имя Твоё, нередко люди говорят, покажи нам Бога, и мы уверуем». Но они не представляют, о чём просят, ибо желать увидеть Бога значит желать конца. Иначе говоря, жаждете ли вы своего последнего дня прямо сейчас? Ибо у нас есть Христофания. А значит, свет познания славы Божией нам следует искать в Иисусе Христе. Можно ли сказать, что фраза «в Боге нет ничего нехристоподобного» синонимична фразе «в Боге все христоподобно». «В Боге все христоподобно»? Это стоит обдумать и посмотреть, полностью ли такая формулировка сохраняет смысл. Над этим надо поразмышлять. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com А мы продолжаем раскрывать затронутую тему. Итак, Библия рисует нам Бога как Творца, Искупителя, Судью, Свершителя, Личность. Есть в ней тексты, свидетельствующие о природе, о сущности Бога. Например, Второзаконие 6, 4 и 5. «Моисей на равнинах Моавицких». Во второй раз он произносит слова Закона, озвучивая народу заповеди, которые он призван внушить своим детям. Как я уже говорил ранее, это подчеркивает значимость слов, ибо из поколения в поколение должно передаваться самое важное. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. У Него нет и не может быть соперников. Отсюда абсолютная безосновательность и неприемлемость идолопоклонства. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей и всеми силами твоими». Ветхий Завет во многом представляет собой один длинный урок Израилю по теме единственности Бога. Заставить Израиль отвратиться от идолопоклонства удалось далеко не сразу. Поклонение делу собственных рук у нас кажется просто в крови. По выражению Кальвина, сердце человека — это фабрика по производству идолов, производству тех, кто неизмеримо незначительнее Бога, но кому мы поклоняемся. Ветхий Завет вполне можно представить как историю о единстве и единственности Бога. Однако, эта история разворачивается, представляя нам три единого Бога. Давайте обратимся к тексту Нового Завета. Кульминационная глава, Матфея 28, где воскресший Христос провозглашает, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя». Имя употреблено в единственном числе — во имя Отца и Сына и Святого Духа. Единый, единосущий Бог — это отнюдь не математическая упрощенность. Живой Бог — это внутренняя Личность. В конечном итоге нам необходимо учение о Троице, учение о три едином Боге, для того, чтобы осмыслить подобного рода библейские выражения. Но это все входит в предметную область систематического богословия. Пока же достаточно сказать, что к тому времени, как мы закончим обзор всей Библии, мы будем знать, что единосущность Бога неоднократно подчеркивается и в Новом Завете. Бог един, но при этом Он три един — Отец, Сын и Святой Дух. При этом Он един — Отец, Бог, Сын, Бог, Святой Дух, Бог. При этом Отец не Сын, Сын не Дух и так далее. Существует одно важное разграничение. Один важный принцип, который следует учитывать. Ордо Эссенди и Ордо Когносценди. Порядок Бытия, иногда его называют логическим порядком, и порядок Познания. В Ордо Эссенди единственный Бог — это Троица. Ведь только Он и существует. А вот в порядке Познания, как Бог открывает нам Себя? Он учит Свой народ, что Бог только один, и никаких идолов быть не может. А затем Он открывает нам Своё Триединство. Вот почему иногда Ордо Когносценди не дождественен Ордо Эссенди. Это должен знать каждый учитель. Вы определяете уровень того, кого обучаете, и начинаете с того, что ему необходимо в первую очередь, причём это знание может оказаться отнюдь неосновополагающим. В конечном итоге до главного вы доберётесь, но этому может предшествовать и другая, менее важное, если рассматривать с общих позиций информацию. Такой индивидуальный подход особенно удаётся опытным благовестникам. Вспомните, например, как апостол Павел проповедует Евангелие о финской интеллигенции в Ариапаге, 17 глава книга Деяний. Павел преподал им урок по Ветхому Завету, цитируя при этом не Ветхий Завет, а греческих поэтов. В свою очередь апостол Пётр, проповедуя Евангелие в день Пятидесятницы, просто апеллирует к знанию своей аудитории Ветхого Завета, цитируя, например, Псалом 15. Он провозглашает Иисуса Господом и Христом, подразумевая наличие у слушающих знания Ветхозаветных текстов. Итак, исследуя Божью природу, Божью сущность, мы обращаемся к Ветхозаветным текстам о единосущности Бога и Новозаветным текстам о Его Триединстве. Таким образом, мы поклоняемся Богу, чьи истории нам знакомы. Буквально несколько слов о полемике по поводу существования Бога с Сэмом Хэрисом. Вы понимаете, о ком я говорю? Это человек, который, скажем так, не в восторге от религии. В прошлом выпуске журнала «Тайм» на прошлой неделе есть интересная статья, в которой представлены дебаты между Риком Уорреном и Сэмом Хэрисом. Весьма любопытный материал. Если бы моим оппонентом был такой человек, как Сэм Хэрис, думаю, я задал бы ему вопрос Лесли Уэзерхеда. Или, возможно, Пола Тилиха. Точно не помню, кому он принадлежит. Надо бы перепроверить авторство. Мне всегда казалось, что этот вопрос сформулировал Лесли Уэзерхед. Лесли Уэзерхед – известный британский богослов, который часто проповедовал на улице в Лондоне в Гайдпарке. Пол Тилих – знаменитый немецко-американский богослов прошлого века. Кто бы ни был автором вопроса, приведу его в формулировки Лесли Уэзерхеда. Однажды во время проповеди в Гайдпарке один разгневанный атеист заявил, что не верит в Бога. Тогда Уэзерхед спросил его, а в какого Бога вы верите? Возможно, в вашего Бога я тоже не верю. Находчивый ответ, не так ли? Как часто мы допускаем, что люди, которые поднимают подобные вопросы, понимают, о чем говорят они сами и о чем говорим мы. Так вот, Сэму Хэррису я сказал бы так, единственный Бог, о котором я готов беседовать, это Бог, воскресивший Христа из мертвых. Именно в Него я и верую. Чтобы все было предельно ясно. Как выразился Карл Барт в связи с другой темой, Бог даровал нам имя и историю. Все великие мысли по поводу жизни, бытия, богословия должна рассматривать через призму этого имени и этой истории. О чем бы ни шла речь об антологии, предопределении, смерти, имя это Иисус Христос, а история – Его история. Посему вне связи с этим именем, вне связи с этой историей, ни историей в целом, ни апологетикой, я заниматься не собираюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok